здравствуйте ребята сегодня я предлагаю вам нарисовать горный пейзаж и пейзаж не просто а с отражением в воде если кому-то будет сложно то можно конечно отражение не рисовать нарисовать только верхнюю часть работы но если все-таки вы хотите поэкспериментировать то берем карандаш альбомный лист и начинаем рисовать вот я провела линию горизонта ниже опустила это будет берег край берега и над ними возвышаются красивые горы можно сделать одну вершину либо две вершины где-то вдалеке еще вершины обязательно посмотрите какие-нибудь фотографии либо картины других художников один из самых известных это николай рерих он рисовал горы у него очень много красивых пейзажей горных пейзажей они у него немножко декоративной и больше вершины я решила что на моем пейзаже будет не только гора но еще берег и деревья нарисую я наметила горы посмотрите это у нас вверх а это у нас будет отражение в воде здесь будет еще травка немножко отражаться но основном верхние вершины если есть одна вершина то и другая и про дальние не забываем и так набросали все достаточно быстро и переходим краскам возьмем кисть я взяла не самую тонкую это будет белочка буду рисовать гуашью беру белую краску сначала я сделаю небо и водичку для этого я смешиваю белую гуашь с синей краской это будет у нас небесная небесно-голубая намешиваю и закрываю верхнюю часть если есть желание можно нарисовать будет на небе облака и тогда будет еще интереснее чем интереснее вы сделаете работу тем будет лучше поэтому я закрыла небо и дальше буду переходить к водичке добавлю еще белого водичка будет у нас тем немножко темнее чем небо совсем чуть-чуть поэтому добавляю хорошо разминаю гуашь должна быть у нас так густая сметана достаточно мягкая и начинаю закрывать пока кисть виду горизонтально посмотрите в основном потому что течение у нас горизонтальная у нас не вода на горизонтальной плоскости находится поэтому закрываю когда буду писать горы я возьму тоже синий но это уже будет ультрамарин он немножко отличается от простого синего иногда в красках бывает только ультрамарин либо только синий если у вас проблема с ультрамарином можете взять также фиолетовый я возьму белый практически и чуть-чуть там почему я взяла ультрамарин чтобы наши горы не сливались с небом и были разные оттенки иначе у нас будет одна сплошная голубое грубые формы так смотрите я здесь сделала и сделаем снизу сразу так еще белую вершинку здесь немного будет где-то солнце у нас падать где-то какие-то горы у нас будут в тени добавляем если краска заканчивается не растягиваем а просто добавляем и наводим снова наложу там сейчас закрываю основную часть потом буду прорабатывать дальше получается что солнце у нас с одной стороны сейчас еще у главной горы тоже сделаем светлую часть потом мы ее еще немножко высветлим смешаем белый желтым сверху положим так немножко неровные такие где-то этим не пока сильно пятнами я не работаю работаю закрываем плоскость целиком вот это светлые части теперь я буду работать с темными частями добавлю побольше уже ультрамарина чтоб краска была пробую нет еще слишком светлая добавляю еще могу даже практически из баночки если она у вас не сильно размята можно аккуратно давайте исписываем одна красочка чтобы переходила плавно в другую вот у нас уже выделяется гора сейчас мы на заднем плане гору тоже сделаем снизу чтоб одна гора отделилась от другой так то же самое делаем сейчас в водичке водички делаем такие мазки белый с ультрамарином если немножко у вас будет отличаться не совсем что наверху то и внизу ничего страшного тем более мы поставим еще потом блики молодим сейчас я утемню еще больше можно кстати даже добавить давайте добавим чуть-чуть фиолетового поменяем оттенок так давайте вот сюда фиолетовый добавим тоже растянем вот такая гора у нас сюда фиолетовый мазочек так и внизу тоже фиолетовый вот большие плоскости я закрыла теперь я перейду к траве пока сделаю совсем светлую почти зелено-желтую травку чтобы полностью тоже прикрыть можно добавить охра охристая закрываю прям веду горизонтально ли не ведите с одного края в другому краю теперь на первом плане сделаю то что я хотела показать что это все таки озеро горное вот если под вы поднимаются высоко в горы там лежит снег а упаду нож ее горы там достаточно тепло трава зелень поэтому мы должны показать этот контраст возьмем потоньше кисточку и потемнее красочку тоже синий фиолетовый смешаю можно немножко белого чтобы не совсем такой мрачный был и начинаю какие-нибудь делать пятнышки со стороны с темной стороны ну конечно и со светлой потом сделаем немножко но их сделаем чуть чуть светлее посмотрите вот с темной стороны они такими разными пятнами но хочу сказать вам обязательно стоит посмотреть какие-нибудь работы чтобы вам понять как лучше с этим справляться так здесь с темной стороны сделаем целиком уже не красить пусть это будут какие-то пятнышки темнее светлей потому что уже нам нужно чтобы было интересно и красиво они просто закрасили одну гору вторую это будет достаточно скучно включаем свою фантазию воображение что может быть какие возможно кто-то из вас уже был в горах и вам тогда не составит труда нарисовать так теперь делаю светлее добавляю белый и сделаю такие бороздки тоже пятнышки на светлой стороне потому что нам нужно разбить плоскость интересным чтобы было интересно там разные камни в горах они не бывают просто гладкие так и то же самое снизу пятнышки так сделаем теперь даже возьму белый и добавлю чуть-чуть желтый смотрите внимательно чтобы сейчас в данный момент у нас не смешался синий белый и желтый если у нас все смешается у нас получится зеленый зелень нам в данный момент не нужно нам нужен желтый белый с желтым отливом теплый поэтому мы возьмем белый и добавим туда немножко желтого и сейчас покажем немножко теплого некоторые моменты наверху на горах как будто солнышко все таки светит на наши горы и конечно он сразу выделиться отделиться от неба не будет такого сливания так снизу тоже сделаем вот вот здесь еще какие-нибудь там не хватает каких-то темных пятнышек мы немножко уже смотрим наблюдаем сейчас я проведу охристый край вот здесь у нас так нужно стараться чтобы водой слишком много не было поэтому берег я его проведу за тем чтобы потом к нему уже не возвращаться мне сейчас хочется еще добавить на первый план на первый план елочек мне кажется они нашу работу оживят и будет совсем интересно чем интереснее работа тем будет оригинальней для елочки я провожу центр линию оси на симметрии елочки они не совсем симметричны где-то больше выходит с одной стороны где-то меньше какие-то елочки большие какие-то маленькие предгорья у нас будет сюда елочку посадим сразу у нас оживает смотрите если там то и здесь у нас немножко выглядывает наши елочки только совсем немного потому что они у нас уже ближе горы вдалеке поэтому они отражаются лучше а наши елочки они уже отражаться будут только верхушечки и с этой елочки у нас будет отражаться сильно горло не будем закрывать пусть она у нас открытая первая будет красивая также вспоминаем если свет у нас падает с одной стороны то на елочках тоже будет обязательно свет мы возьмем практически желтую краску и поставим немножко масочка желтой красочкой и можно взять совсем темно-зеленый с другой стороны тень сделать у нас получается более живописная работа так теперь мы с вами берем еще более тонкую кисть это может быть единичка или двоечка зеленую красочку разминаем тоненько и сделаем на первом плане не на первом плане а где трава небольшие травинки постараемся что не сильно яркие такие просто в некоторых местах конечно мы не забываем что от елочек у нас будет тень мы взяли немножко зелень добавил чуть-чуть синего с одной стороны свет другой тень добавили так прополоскали хорошо хорошо кисточку взяли белой краски размяли хорошо чтобы она была у нас не жидкая сильно не густая средне сейчас мы будем делать блики на воде смотрите не промахнитесь потому что если будут толстые неаккуратные будет некрасиво самое главное делайте их обязательно горизонтально чтобы они у нас создали некую рябь вот такая рябь нам сразу будет ясно что это водичка водичку можно даже чуть-чуть немножко потемнее сделать тоже добавляем немного ряби но самое главное не переусердствовать не сделать лишнего сейчас конечно включаем нашу фантазию и доделаем ваш пейзаж по вашему усмотрению конечно не забываем про первый план а первый план у нас будет берег берег мы размешали зеленую добавила чуть-чуть охра и здесь делаем травку она выходит неровным краем на нашу водичку конечно конечно не однообразную делаем какая-то выше какая-то ниже и по цвету сейчас вот взяли один цвет потом возьмем другой то светлее то темнее будет очень интересно можно просто не все прописывать а показать только несколько травинок этого будет уже достаточно так немножко потемнее хочу сделать в некоторых местах сильно можно не увлекаться сейчас уже только довожу какие-то элементы делаю также могу желтый взять прям желтенький запомним что у нас гуашь светлее при высыхании поэтому мы будем с вами где-то можно есть светлый добавить тоже она высохнет и будет очень красиво перед елочкой лужайка высветляется конечно с каждым мазком чем больше будет пофантазировано тем интереснее живописнее получается наша работа и конечно вовремя нужно остановиться чтобы все у вас чудесно получилось первый план самый прописывает если есть желание поставьте здесь цветочки будет очень очень хорошо задний план сильно не прописывайте он у нас достаточно размытый должен быть блики у воды хочется поставить чтобы у нас почетче было разделение так обычно у воды у кромки воды блики у нас тут берег охристый и сделаем вот такие блики так еще давайте сделаем белого носами горы сейчас они подсохли видно что где-то белых пятен белого снега захотелось еще добавить так вот такой симпатичный пейзаж у нас получился всем творческих успехов до свидания